всем привет всем привет итак сегодня что хочу сказать так еще раз повторю вдруг вдруг что-то не то почему-то темный экран совсем хотя здесь экран не темный очень странно давайте посмотрим да всем привет ну что всем привет друзья что хочу сказать по поводу только что я наконец-таки отбил т-30 который мне совершенно не нужен который но он прошел очень интересно очень быстро вернее абсолютно не интересно но очень быстро и не прокачивал ничего не гусли не движок не пушку я стрелял на второй пушке вот но давайте вернемся сначала к этому чертежу покажу значит я вот смотрите 9 чертежей мне подарила варгейн грубо говоря и все да вот и у меня будет е-50 это конечно круто вот в общем на т-30 я заканчиваю свои мероприятия здесь у нас какие-то вот такие вот непонятные штуки есть что это вообще хочется узнать давайте узнаем что это такое очень хорошо что сегодня какие-то помогающие вспомогательные так сказать мероприятия по поводу сваливания с этого т-30 то есть на пути к е-4 вот и наконец вас смотреть при вас я делаю это обратите внимание ничего у меня здесь не прокачано вот только вот эта пушка можно было прокачать большую пушку но мне надоел грубо говоря у меня есть т-34 премиум машина и тут еще 30 он мне абсолютно не нужен поэтому я открываю вот этот танк все он по акции к сожалению меня бабла нет как обычно е4 у меня уже открыт и это здорово сейчас мы будем отсюда избавлять полностью полностью что у нас здесь ну и давайте попробуем на на продать его продадим у его за 2 миллиона наверно а нет всего лишь один миллион восемьсот шестьдесят три ну ладно нормально один миллион восемьсот шестьдесят три триста так что у меня восемьсот шестьдесят пять получилось вот тогда один миллион восемьсот шестьдесят три триста продаем т-30 пт сау которая абсолютно мне лично было не интересно я считаю что она не играбельна абсолютно нужно стоять на месте и втыкать ребят для того чтобы пара по работать допустим на ранговых боях мне нужны десятые уровни я очень сильно стремлюсь прожить 65 но на данный момент я сумел накачать всего лишь 95 опыта на этом на этой машине к сожалению без вспомогательных функций каких-то вот мне еще остается порядка 75 тысяч однако однако и не видите у меня все уменьшается уменьшается прокачиваемые танки просто потому что я покупаю какие-то вот десятки и сейчас и наверно сделаю то же самое продам свой любимый все равно мне не хватит до будет три триста три четыре триста будет мне не хватит если я продам вот это вот пойду свою может быть колокольчик этот продать тоже тогда получается что я продам абсолютно все танки и а может быть девятку продать в принципе то я не стремился ни к чему больше вот просто два лимона качать так падла если честно хотя потом придется качать гораздо больше как вы понимаете не 24 и так каким же образом я избавился непосредственно от посмотрим на плюс скидка миллион вот каким же образом я избавился от 30 был были задачи уменьшу себе не о том что были задачи которые были конкретно для 30 и там были вот пять тысяч десять тысяч хорошие задачи боевые были очень и я довольно быстренько все это сделал за час где-то за два часа наверно я прокачал 28 тысяч опыта так ну к сожалению со стандартом мы пока не можем но блин я не знаю сколько 400 сколько 400 давайте будем убивать вот это блин тут же опять меня все да мы это убьем раз продадим а че делать будем продавать нет казарма нам не надо демобилизовать четыреста шестьдесят шесть пятьсот двенадцать продаем дальше также мы продадим сейчас вот эту вот блин посмотреть что у него там вообще из народа вроде народ неплохой досмотрите вот это мы высадим казарме место место нет блин сейчас нужно будет казарме что-то делать давайте посмотрим на все техники и в ангаре вся техника все члены экипажа давайте посмотрим в общем что это у нас начал читать как это груди так а нафига а но спаде казарме на технике то не нужно так давайте посмотрим 50 это вообще какой-то уровень там 5 6 что ли так вот он какой-то здесь у нас мобилизовать 504 мобилизовая у меня тут особый такой способ особый стиль но че-то тут вообще вместо подписи четверка еще тысяч четверка еще 504 контакт я думаю хватит надо итак смотрим здесь мы этого в казарму вот этого в казарму и вот этого в казарму так все убрали вроде бы ну давайте опять продавать будем продавать мы значит за такую же сумму 468 тысяч 349 так и нам остается да остаток нужно не в казарму а демобилизовать 468 349 и того у нас получилось уже 4 да что ж покое 3800 ну и что нам еще какую 3 800 так 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 давайте посмотрим сколько нам нужно 5 по моему 5 200 нам нужно на до 5 200 да сейчас посчитаем 5 200 минус 3 800 получаем 1400 ну на 1400 мы сейчас тогда удалим колесника надо хотя у колесники у колесника мне осталось там тоже 20000 до восьмого уровня мне кажется не нужно его 25000 мне кажется не нужно его там удалять а вот ту которую я уже прошел вот смотрите вот допустим 263 263 как бы я добил его в принципе очень интересный но как я тогда вот с этим совсем решусь надо 6 мест блин на складе у меня ничего нет я уже все по продавал там кстати знаете что еще можно продать здесь можно еще продать какую-то байду стачек съемную то есть нам нужно полтора миллиона да грубо говоря здесь у нас такого ничего нет я уже по моему все попродавался что можно было попродавать вот я просто ищу здесь вот какие-то моменты съемные которые либо это рога либо вот маск сеть вот мы можем сеть убрать это еще 50 тысяч все-таки немного но это 50 тысяч хотите не хотите интересно если продать вот эту байду ее можно будет потом восстановить так я вижу еще одну сеть блин здесь это всего лишь 100 тысяч это так мало 150 считаете 200 нет это не серьезно 250 это не серьезно на одну минуту ребят да кого же продать ну да мой любимый этот танк я не продам них а вот еще какая-то байда у нас сколько за нее дадут тоже 400 где-то нет 220 будет 4 миллиона в остальное уже продавать мне куда честно ладно будем делать опять на нам нужно 1 2 3 4 еще найти пять человек давайте заходим в казарму и нам нужно удалить 5 человек из которой новобранцы сау просто нет да уж тут сложная ситуация если честно потому что у меня уже но ни хрена нет вот допустим у меня 61 процент но смотрите сколько прокачанных там элементов дело в том что сейчас секунду так ну что здесь я никого не вижу кого можно выбросить если честно может быть какую-то ветку там выбросить пока не знаю еще столько народу делать у меня здесь а я же по продавал все танки короче короче без сожаления будем мочить этого что эту стуку можно можно вот так попробовать высадить казарму что это будет даст нет уже места нет ладно продаем здоровенную байду за 2 миллиона триста семьдесят три шестьсот восемьдесят один при этом мы здесь все димили да ну ладно два триста семьдесят три шесть восемь один мы получаем 2 300 все ребят смысл почему я продал 263 потому что у меня цель была 263 объект вообще в этой игре я хотел именно его получить и я его получил я на нем поиграл достаточно много в принципе я могу его каким-то образом там и он у меня исследован поэтому проблем никаких нет ему его в любой момент могу прокачать и получить ну что вы вместе со мной присутствуете на таком пиковом моменте все покупка совершена спасибо за покупку е4 посмотрим его в ангаре что он из себя теперь у меня есть вот эта штука давайте посмотрим это уровень десятый и теперь теперь я на нем смогу играть в ранговых боях это тоже достаточно важно для меня чему я сделал такой ход т-34 т-30 вот и сейчас мы с вами будем менять до соточки доводить нашу команду наш экипаж итак смотрим надеюсь прокачивать ничего не нужно так и есть у нас все хорошо здесь значит у нас получается смотрите мощность 850 скорость у нас должна быть небольшая значит 203 во лбу совсем немного если честно но я понял я знал допустим что проблема пробивает смотрите 295 обычным снарядом круто с уроном 750 значит я знал что это птшка она не такая бронированная как допустим е3 вот но я ее уже начал качать и конечно огромным плюсом для меня считаю я именно поворачиваемость башни смотрите маска орудия у нас получается 250 то есть нас в принципе в маску орудия спокойно могут быть бить некоторые танки 10 уровня с этой стороны здесь уже посложнее я имею ввиду приведенная броня башенка у нас тоже неплохая неплохая совсем и нлд ну нлд да можно в нлд залипать конкретно что у нас по поводу здесь здесь все как обычно можно даже не рассматривать смотрим дальше максимальная скорость 35 километров в час то есть такая же как у т30 вот вот достаточно неплохо достаточно неплохо что у нас по незаметности незаметность такая себе фигня так давайте в общем сделаем у нас 955 мы сможем все это сделать давайте сделаем так значит умеете не умеете доводить до сотни до сотни командира смотрим значит сбрасываем здесь все на двадцатку у нас получается значит 100 процентов будет выкачан командир и плюс еще один будет на 100 процентов какой-то перк и другой перк будет на 81 сбрасываем короче и вот таким образом делаем каждый значит я это сделаю потом значит здесь то же самое делаем сброс вот здесь уже один второй будет на 91 процент перк тоже неплохо сбрасываем и у нас обращайте внимание у нас уже блять неужели я такой тупой да ребят я там я тупой по моему пипец вообще надо сначала обучить их твою мать ну что за тупизм то а и с таким умным видом блин так давайте значит давайте мы потеряли но может быть процентом 20 так давайте сделаем так не важно что мы сейчас выберем абсолютно не важно что мы выберем сейчас где у нас снайпер есть эксперт но все равно давайте вот я тупой блин баран вообще если честно просрал столько всего жесть просто вот это называется тупость ничего страшного ладно все у нас в принципе мы потеряли на пустом месте потеряли кучу всего итак у нас идет обучение обучение вот такое теперь идет тот же самый сброс опять 20 и видите был раньше 81 а сейчас 68 сволочи хорошо что я вовремя посмотрел теперь у нас стопроцентный видите и сейчас мы делаем уже наверняка здесь будет лампа у нас все пока выбрасываем второго не смотрим дальше что у нас здесь обучение опять у нас идет вот это я тупанул не по-детски просто не сбрасываем опять было 91 стало 84 и здесь мы ему делаем ход конем это у нас будет кто это у нас наводчик давайте снайпера конечно нафига нам у нас 0.35 в принципе очень неплохая неплохой разброс но давайте все равно да я думаю снайпер в любом случае второго мы пока не трогаем то же самое делаем с остальными боже как как я тупанул не по-детски просто жесть вот сбрасываем всех опять до двадцатки теряем на всех кучу балабасов здесь у нас однозначно должен быть виртуоз для того чтобы вы могли как можно быстрее на месте крутиться это крайне важно дальше опять делаем то же самое за двадцать тысяч доходим до девять до девяносто процентов здесь у нас слава богу немножечко побольше и мы делаем все равно четыре перка у нас будет по сто процентов я надеюсь что я опять не ступил ничего тут геморройного не сделал у нас получается смотрите сто процентов давайте попробуем здесь у нас сделать что у нас здесь допустим отчаянный я думаю что это важно просто потому что когда у нас меньше десяти процентов получается то у нас очень быстро заряжается наш снаряд дальше все остальное мы сделаем позже и здесь личный личный заряжающий опять же еще раз делаем все точно так же ой что это я закрыл опять переволноваться что ли уже блин все сбрасываем и делаем опять точно так же смотрите сколько бабла мы потеряли у нас было 999 а сейчас 750 и так здесь мы идем здесь у нас не увеличивается то есть если навык приобретен двумя он не увеличивается бесконтактная я думаю нам не нужно поэтому ну давайте не знаю с чего начнем давайте начнем вот отсюда наверное здесь у нас получается получается у нас незаметность хреновая танк здоровенный поэтому я думаю что смысла особого в этом нет делать поэтому делаем боевое братство увеличиваем но хотя видите 68 процентов пока мы его там прокачаем злопамятный неплохо он 2 секунды дает по моему в прицеле в течение 2 секунда но давайте сделаем опять боевое братство чтобы у всех было уже тогда примерно в одно время закончилось боевое братство а после этого уже можно мутить что-то другое давайте то же самое сделаем вот а вот следующий персонаж у него уже можно сделать много чего было бы значит боевое братство у него уже 100% получается и он вообще непонятно от какого танка был дальше мы делаем обязательно маскировку и нам нужно сделать обязательно я так думаю ремонт ремонт и еще у нас одна есть штука давайте пожаротушение ну хотя хрен его знает ну вот у нас тут практически все перки уже на него есть здесь мы делаем давайте мы сделаем маскировку у нас где то есть есть да только в одном месте но она дает очень мало давайте сделаем ремонт это важнее а также мы сделаем сейчас боевое братство вот вот примерно таким образом выглядит наш танк первым делом я его сейчас зафигачу здесь вот он будет у нас вот таким красавцем однозначно мы продлеваем значит да да продлеваем все верно теперь он у нас выглядит уже не таким с завода вышедшим а действительно хорошим настоящим уже е4 напомню я еще не играл на этом танке ни разу ну что ж давайте посмотрим что у нас вообще что представляет из себя это орудие 295 обычным премиум снарядом 375 он пробивает и осколочно фугасным 90 пробивает но при этом при осколочном фугасном 1100 скорострельность невысокая невысокая ладно давайте смотреть чему то здесь поставлено так и непонятно делаем здесь так здесь мы сделаем 3 наверное снаряда себе возьмем вот таким образом и естественно мы ставим малый рем комплект здесь аптечку и автоматический огнетушитель рекомендую всегда использовать автоматический огнетушитель все мы в принципе готовы идти в бой и это прекрасно давайте теперь попробуем сделать маскировочную сеть сюда кинем потому как у нас все в порядке и наблюдение наблюдение у нас вроде нормальное да если мы поставим сюда купим сюда рога я думаю это будет ну давайте сходим один бой посмотрим вообще что у нас получится значит здесь у нас вроде как есть какой-то а это просто 50 процентов опыта за бой но все равно давайте идем в бой на этом танке в случайных боях а я пока водички хлебну с вашего позволения так ну что не знаю по какой причине но ждем достаточно достаточно долго так так ну что я надеюсь что мне понравится эта штука потому что в принципе допустим на лафле я получаю огромное удовольствие там примерно на девятом уровне такой же урон и примерно на девятом уровне дайте ко мне настройку сделать одну сейчас беру беру звуков по моему для вас громковато чуть-чуть посмотрим проверим берём да делаем настройки громкости да давайте немножечко уменьшим просто я не знаю как она не сейчас вау это очень приятный танк сведения вроде не нужно стабилизацию данного орудия очень хорошая мой взгляд блин ребят прикольная тема вообще тяжелый танк 10 уровня хоть конечно он быстро едет так делаем дальше это у меня первый танк 10 уровня который у меня же тяжелый там да не у меня пт блин чё так сведение ему конечно нужно прибавить потому что при приближении идут проблемки да нужно поставить приводы наводки либо стабилизацию посмотрим сейчас такую возможность мы будем иметь так здесь не очень хорошо хорошо я тут поехал если честно потому что по моему из 7 меня естественно пробьет 430 у меня пробьет давайте попробуем у меня наклоны то есть у вены да какие-то вен у меня есть ну давайте шо ж попробуем поехать из 7 сейчас будет пятница назад так как там проблемка у него а ну уже не получится него пятница назад очень прикольно я вообще еду пока получаю вот он да я там не пробиваю к сожалению да и не надо какая приятная вещь какая приятная машина на всяком случае я еду такое мощное ощущение такой мощности прям мощный мощный такой прям супер мощный ну и скорость такая у него хорошая такая же примерно как у вафли я смогу подняться чуть-чуть нет или я тут буду пока все там будут мочить врагов я тут буду да ну нафиг ну блин ну ладно бред конечно но первый раз пока на этом танке он действительно интерес действительно интересные и перспектива у него конечно очень хорошенько что у нас здесь там действительно перспективные для меня потому что на десяточки с поворачивающейся башни классный танк такая 4 там тоже по моему башка поворачивается о смысле у нас же е4 е3 е3 по моему башка башка не поворачивается вообще ладно проедемся прокатимся сейчас к нашему другу главное чтобы прожито сейчас мозг не компасировал поехали чё он на штуку снимет да вот и хорошо умничка а я на 700 сразу очень классно перезарядка у меня 18 секунд это многовато безусловно охрене на просто два раза пукнул такой тысячи настрелял очень приятно я думаю что надо пару раз сделать такие бои и потом можно будет конечно я в этом бою просто ехал и на этом танке ехать гораздо приятнее чем на т-30 вот на этом скажем так на этом танке сейчас в этом бою я не встретил никакого сопротивления поэтому да поэтому говорить там допустим о том что танк супер супер крутой но не приходится в моем случае пока вот давайте посмотрим что будет дальше 1600 я уже наработал и все это будет идти для моих друзей в команде так смотрите у меня тут куча всего подарок и вот здесь вот еще кстати нам дают вот такие вот помощь в пути к е4 но у меня то уже все в порядке видите дадут 5000 и вот с помощью вот таких вот штук ну действительно очень помогает значит будет призом у нас вернее неважно будет у нас досылатель вот 3000 5000 8000 10000 6000 вот за счет этих фишек я очень быстренько и пришел так давайте еще разок потому что ни одного выстрела по нам не было но в любом случае будет проблема у нас будут пробивать танки 10 уровня пока поэтому в ранговые бои идти безусловно еще рано ну что ж давайте ехать вперед дальше в принципе я смотрю что у нас зрителей пока на канале нет но это не имеет значения для меня никакого потому как в основном с такой с таким низким рейтингом канала как у меня значит приходить люди будут смотреть это видео уже после стрима когда она уже будет на ю тубе там через недельку через день так важно так ну что идем в обратку на днях мне принесут уже другой процессор вернее до жесткий диск не принесу вот и я думаю что немножечко получше будет играться так фош у нас рванул вперед фош у нас не очень опытный где он у нас 47 процентов хотя боев у него 29000 лт тоже такой же а и 44 такая же дайте нам попробовать что-нибудь блин я не хочу вот это вот место терять за придурка хочешь сейчас вестись видись извините я не состоянии блин можно было спокойно лупануть но он в башню меня лупанул как раз из того танка который нас арта есть но должно быть 2 арты неплохо молодцы лучше поэтому по арбузу неплохо неплохо я смотрю с правой стороны от нас там небольшие проблемки кстати нам бы сделать небольшой ход коню потому что я так думаю что мы его не пробьем давайте сделаем вот так что у нас здесь рикошет понятно ну поэтому именно я ща я неправильно сделал наверно давайте попробуем сделать все-таки фугасы кто у нас там т-30 подглазит т-32 конечно зря сюда приехал вот этого нужно лупить обязательно ладно вот примерно так вот мы будем фугасами фигачить и нам по барабану вообще на самом деле что он там нам хочет сказать вот этому тоже можно фугасом в бошку вот больной человек ну слышь когда страшно так у нас там какая-то еще химера есть да вот какой замечательный вариант ой как хорошо там и как хорошо идет дайте к нам с другой стороны подъехать там они пока занимаются ерундой мы сейчас попробуем вообще фугасы ребят это очень круто во всяком случае очень приятно и занимательно поэтому не забывайте конечно про фугасы так что у нас здесь до свидания смотрите на 900 ребятушки на 900 просто в затылок лупанул его ему хана очень прикольно ну зачем ну зачем я же ехал такой старался блин я же старался ты тут приехал просто и лупанул ну так не честно так давайте смотреть что у нас здесь попробуем на катиком сволочь что это такое вы видели этот бред козлина да нет родной не надо так не надо хочешь уехать уедешь нехороший абсолютно придурок стал передо мной просто и все ну я понимаю что у него процентов мало там ну ты думай головой то да ну попал ну молодец ладно 7 3 поехали посмотрим что у нас дальше ой прошу прощения у меня осталось короче только только обычные фугасов у меня больше нет надо будет прикупить потому что вещь действительно мощная мощная приятная классная ну блин с той стороны по моему по моему нехороший неприятный тип вот там вот с той стороны был ладно сейчас посмотрим что у нас здесь ну вроде все нормально да ну ну вот и нам уже особо не интересны скорость обалденно ребят это мой новый любимый танк который единственное конечно опять же еще раз хочу сказать я не встречал особого сопротивления поэтому о чем то тут говорить конечно проблемно проблематично вот скорость у него достаточно хорошая как у вафли та же самая 35 мощность конечно у него бронепробитие гораздо выше поэтому тут ребят я не правда не знаю гораздо выше или нет потому что у вафли тоже пушка 9 10 уровня по моему бабаха ощущение от игры на этом танке великолепно действительно десятка того стоит великолепно класс очень поворачиваемый что это такое ну ладно они хотят насколько я понял они хотят для себя взять сейчас они пойдут того тридцатку тыкать они думают что чисто им достанется слава ой блин класс ну пусть побалуются детишки пусть побалуются молодцы им надо еще века вот этого скинуть и все будет смешные первый раз такое вижу вообще ой блин красота но они меня конечно мы не столкнули но было очень весело и интересно так но я вас уверяю что в ранговых боях все будет гораздо сложнее гораздо просто потому что там все десятки просто поэтому ну что переходим в ранговые бои и сейчас попробуем сделать несколько боев в ранговых боях уже на бронированной технике с очень хорошей альфой давайте посмотрим что у нас здесь вообще что нам даст за три с половиной тысячи урона сразу сразу нам вторую степень ну и тут какой-то коса смерти короче косили всех кого можно огонь на поражение но это понятно стрелок целеуказатель костолом что это у нас воин и еще за то что мы две арты замочили нам дали пас кучи вот достаточно замечательно так получилось у нас мне очень понравилось 3 800 настрелял 6 перков давайте переходим в ранговые бои на 5 ру нас приглашают картошка и давайте ехать но ребят конечно же первым все равно я я всегда хотел именно про жетта 65 до него еще 70 тысяч опыта вы не поверите у меня вчера оставалось 80 тысяч опытом на т-30 и сегодня уже с утра вот сейчас вернее сейчас 14 часов то есть полчаса я уже играю на этом великолепном танке друзья мои ну что ж ну что ж здесь у нас а как вы видите на 3 12 ранг дивизион 3 по камесь пробуем бой и 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 Нельзя, нельзя, нельзя в бой Блин, я ж не взял пугаться Ну что ж, поворачиваем направо И полным ходом идем вот под этот девиц Достаточно маневренный танк Достаточно приятный Проехали и поехали, короче Повоюем немножко Поскольку это у нас ПТ Мы имеем законное право Стоять на месте и ничего не делать Просто стрелять Что мы, собственно говоря, делать и будем Я лично считаю, что нам нужно взять Поровну Фугасы Блин, я еще вторую вещь забыл Стабилизацию Надо посмотреть, что там рекомендовано Картошкой Либо стабилизация А может быть и то и другое Так, у нас ЛТ разве нету? Да, у нас ЛТ и нету Фуф, вроде как прикольно, да, идет Он пониже будет, чем Т-34 Чем Т-30 и Т-34 Так, что у нас здесь? Я вперед не пойду У меня ПТ Ну и еще раз хочу сказать Если мы остаемся последними Мы имеем возможность Настрелять больше Значит Урона И тем самым В общем, всегда Ну, я всегда рекомендую Оставаться именно последним В бою Никуда не лететь Да, странно, что его не засветили Если бы его засветили Я бы его вот здесь Вот смог бы уже нанести Один урон Но, к сожалению, нет Итак ИС-7 у нас не хочет идти Эти товарищи Его просто-напросто взяли И убили Все, пошли в наступление ИС-7 отошел Ничего страшного Да, я думаю, что нужна еще Просветленная оптика Рога ставить не нужно А вот просветленную оптику можно И в этом случае У нас кольцо замкнется Да не лезьте Вот что вы лезете Отойди назад Вот лезут Они лезут, лезут Получают И лезут И вот Я лично считаю Нужно подождать Пока враг сам выйдет И потом уже можно его Еще 5-1 Даже если мы не нанесем Ни одного выстрела Все равно мы ничего не потеряем При победе Так, смотрите 690 Это совсем немного Можно было больше Ну, 750 Среднее Мы по самому низу Короче прошлись Вот видите Остался один И поехал назад Вот не придурки Я считаю, что придурки Я считаю, что Просто придурки Безграмотные Давай Прояви жадность Пока сведешься Здесь Это у нас По максимуму Арта есть, нет? Как долго-то? Арта могла бы и раньше Это сделать Ага, ну да Давай Я тебя тут же Два Или он Каким-то другим Макаром Пошел Да Свет Не нужен Обязательно Но я так думаю Что вот этот Товарищ Засветит Если что Врага Еще СМ-5 Ну пока Видите Точность Достаточно хорошая В этой пушке Единственное Какой минус Сведение Достаточно Долгое То есть Ему бы Немножечко Помочь Этому Сведению Было бы Вообще Очень здорово Так Ну По большому счету Мне Мне всего лишь Можно заправить Фугас Давайте Я меняю Блин И этот Поехал Че поехал Непонятно Я Короче Меняю Фугас Чтобы Наверняка Пробить Одного И второго Значит Хорошо Здесь Никого У нас Нет Значит Все ушли Уже Вон Седьмой Там Все Поехал Все Хорошо Фугасы Сейчас Надо Поменять Вернее Увеличить Количество Фугасов Вот И Поставить Я так Думаю Что нужно Поставить Просветленку Я думаю Что Этого Будет Достаточно Для того Чтобы Дойти До Конца Хотелось Бы Сколько Там Просветленка Дает Я Не Помню Но Вот Этого Количества Нам Хватит По Кругам Очень Приятно Идет Непринужденно Класс Ага Ясно Сводимся И Небольшой Выстрел Вот Куда Ты Все равно Ничтожно Но Чуть Выше Пошел Видели Если Я зарядил Обычным Я бы Мог Спокойно Не Пробить А тут Прям Хорошо Так Идет Фугас Мне Очень Хорошо Лукить Насчет Досылателя Не Знаю Ну Собственно Говоря Я думаю Все Да Мы Выиграли Осталось ФВшка Где-то Е3 Только что Получил Хорошо Значит Вот здесь Вот Вражина Только что Вот я Смотри Блин А как Это Значит Не он Или Не понимаю Был полный Круг Кто Там Еще Какой Еще У них Танк Ладно Посмотрим Что у нас Здесь Сейчас Будет Попробуем Объект 907 Понятно На 1700 он меня Ни хрена себе В любом В любом случае Я Двоих Замочил Я думаю Что Должны Мне дать Плюсиком Один Ранг Не знаю Конечно Но посмотрим Посмотрим Хорошо бы Досылатель Хорошо бы Стабилизацию И хорошо бы Просветленку Вот примерно Так Сейчас Специально Я зайду Так Давайте Попробуем На телефончике Чтобы Не отрывать Здесь Да Мне дали Даже Плюсик Один Так Это У нас Я не Помню Как Называется Это Танк Блин Давайте Наберем Значит Т11 Где Надпись Как Он Называется Т11 Или Т110 Е4 Как То Так Так Давайте Смотреть Ну Я Сам Для Себя Уже На Сайте Смотрю Просто Вики Вики Wargaming.net Очень Интересная Принцип Тема Подсказывает Что Нужно Ставить С Их Точки Зрения А я Уже Сам Тоже Решаю Но Рекомендации Тоже Смотрю В любом Случае Давайте Сейчас Сделаем Примерно Здесь 9 Здесь 15 Я Думаю Примерно Так Нужно Поменять Поменять Ну Что Нам Он Говорит Значит Давайте Посмотрим Значит Он Нам Предлагает Следующие Модификации Значит Основной Вариант Десылатель Вентилятор И Приводы Наводки А вот Альтернативный Какой-то Вариант Он Предлагает Тоже Наверное Здесь Дело В том Что Нету Давайте Посмотрим Как Он Там У Нас Нет Не Здесь А Вот Здесь Уже Забыл Блин Так Давайте Посмотрим Что Нам Предлагает Значит Вентилятор 600 Это До Хрена Приводы Наводки Есть Просто Стабилизации Здесь Нету Вот Оно В чем Дело Видите Значит Так Ну И Что Нам Сделать Давайте Тогда Сделаем Приводы Наводки Усиленные Приводы Наводки Поставим Вентилятор Ну Возможно Возможно Но У меня К сожалению Бабла Нету Никакого Сейчас Но В этом Случа Он Будет Гораздо Быстрее У нас Поехали Хватит Разговаривать То же Самое Но Теперь С другой Стороны Все Субтитры создавал DimaTorzok Так, Игорь Карашков Блин, извини Что так говорю, ты писал 12 минут назад Теперь прожета Да Теперь качаю прожета 65 Ну то есть в принципе я Закачал вот этот танк 5 секунды Ну-ка Что-нибудь будет У меня не получилось, к сожалению Ой Да, у меня на прожета 65 осталось совсем немного Осталось порядка 70 тысяч И при премиум аккаунте Допустим, как вариант И при стечении судьбы Каких-то положительных Аспектах, то за пару дней Можно прокачать это все Тем более стандарт B Оказался не таким галимым танком В принципе оказался довольно хорошим танком Вот, поэтому лично я Для себя вижу именно такую перспективу Напоминаю Сейчас у нас ранговые Ранговые бои Я поменял здесь Некие штуки Поменял, добавил Осколочно-фугасных снарядов И что-то еще Да, и Как он называется Приводной наводки еще Приложил На самом деле 18 секунд Кстати, конечно же Хотелось бы Да, нужно Насылать их сюда Еще кидать Я вижу одного Товарища А что ты туда уехал? Давай назад Неплохо 716 А то он Нехороший человек Туда залез Хотя Сейчас надо было бы Мне, конечно Уже поменять Да Меняю фугас Смотрите Вот сейчас Все, жопа начинается 1,6 Зараза Ух, как хорошо Блин Вернее, как Нехорошо Не попал Зря стрельнул, конечно В поддержке Мне отказали Все Не дает Десятка Ему пройти Этому Придурку Я даже Не успел Выстрелить Блин Да все меня стреляли в НЛД Естественно Так как оно пробивается Всевозможными моментами Но зато красиво горим На самом деле ничего страшного Все очень даже прикольно Даже если я потеряю Ничего страшного На самом деле конечно ПТ не должна идти В ту степь У него в затылке такая байда Дырка такая здоровенная Кстати я же прокачал батчат Теперь у меня тоже Все хорошо с батчатом А я на самом деле не успел Стрельнуть по четверке В гуслю Я просто не знал даже куда ему там стрелять 90 мм пробивается Осколочно-фугасный снаряд Просто поэтому хрен его Так ну что Скорее всего в минус безусловно Потерял я Да Не имеет значения К сожалению Ну что Тундра Куда бы мне здесь пойти Все таки с учетом того Что это ПТ Давайте попробуем туда Я не знаю как у нас по скорости Пройдем не пройдем Да нормальная вроде скорость Пройдем не верима Пройдем не хочу Соб Zelda Ну и как так можно было светить, если уже все проехали? Ну ребят, ну бред какой-то, да? Очень приятная техника, такая мягкая, плавная. Как надувная баба. Так ну что, я думаю, что нам нужно конечно ехать и мочить этого зеленого арбузного 277, его так уже и замочили. Смотрите, зеленый вроде в оранжевого и оранжевый его мочит. Смотри куда едешь блин. Вот там неприятный тип по-любому. Практически не метись, ребята, офигенно, офигенно. Ну что, боишься чуча? Вот мать моя женщина, твою дивизию. Да отвалите блин. Вот стал стоит вот этот блин, достал и ни туда пройди, ни сюда пройди. И опять на меня косит. Терпеть не могу этого дегенерата, который на 57 Heavy. сюда иди, дорогой. Там арта стоит. Что ты арту не видел что ли блин? Вот прекрасно. Наконец-то блин. Так понимаю добьют они сами его здесь. Вот тут вот 268. Встанем сюда аккуратненько. Тьфу! Класс. Ха-ха-ха. Очень классно, очень приятно. танк не зря было такое гадкое ощущение после т30 от 30 был действительно таким гадким танком просто убожище кончено и убожище реально так но поскольку никто не пишет значит мы опять выключаются нам плюсик пожалуйста чё ну ладно ничего страшного блин обалденный танк реально обалденный надо доработать его чуть-чуть так ну что хочу сказать играть мы будем недолго ну единственное мне не нравится прожета то что он заднеприводный у него на размещение башки где-то сзади находится поэтому нужно корпус выставлять свой полон наполовину посмотрим вот просто гусеницу повредил зато я не свелся практически вообще я ж не сводился а так конечно я бы ему дал прикурить никого нет что ли здесь не седьмой а еще слабо слишком ушел подошел близко а я тебя пробил я тебя пробил ну еще ближе подходи к седьмому твою дивизию куда-то его ему в лобешник интересно кто нам разрушил понятно сильно высунулся близко подошел и пожалуйста что у нас с той стороны стоишь на постаменте ждешь ой как то я не хорошо иду вот так вот так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... нет хорошо стреляет прям точно особо сильно сводиться не нужно ну с учетом того что это все-таки птшка ребят здорово здорово полторы тысячи настрелял немного но зато остался жив победил настрелял ну и плюс еще за мой счет там лт 100 замочили давайте предложение посмотреть бой результаты боя нам плюсик но я хочу сказать что у меня по-моему здесь уже получен награда уже получена до из 13 у меня уже был давайте еще пари пари да гораздо лучше чем якпанцер е100 гораздо лучше этот танк обалденный так где у нас франция не понимаю куда идти а Надеюсь меня здесь никто сейчас не лупанет. Да пошли вы в жопу придурки, чё ты стоишь за мной? Сейчас фугасиками будем, я высунул ногу, он у меня в неё. Слушай, родной, ты тут не совсем один-то, ты аккуратней, да что ты за придурочный такой, фу, что-то непонятное там случилось, давайте валить отсюда будем аккуратненько. Так, фугасы зря порчу, просто плохо не видно здесь ни черта. Да что ж ты будешь делать-то, а? Главное он стреляет по нему, я остановлюсь за ним, тот стреляет по нему, блин, промахивается, попадает по мне. Охрененная тема, охрененная техника, а я лузер, блин, кончен. Так, ладно. В лобешник. Сейчас оттуда уроды. Здесь можно, в принципе, фугасики заряжать уже. Хорошо бы, наверное, отойти ещё чуть подальше. Давайте-ка мы вернёмся сюда. Это что такое было? Куда я вообще попал-то? Попал хоть куда-нибудь, нет? Интересно. Ну да. Ну да, ну всё равно неплохо. Ну как неплохо, плохо, но нормально. Так, ну что ж, играем последний бой. И смотрим, играем на бачате, кстати. Состояние как-то не очень, на улице солнце, 20 градусов тепла, хорошая погода, а я тут в танк играю как-то неправильно. Ну что, берём бачатика, потому что, ну конечно, долго на таком количестве серебра мы не поиграем с вами, поэтому нам нужно подкопить серебро. Я буду его копить с помощью, ну если будет получаться, конечно, у меня, с помощью, кстати, шеврон сохранён в Париже, отлично. С помощью, как он, не прожит, а стандарт Б. Что за танк такой стандарт Б? Б. Ну что, батча 25, который, ну я не знаю, у меня уже десятка, наверное, лучших танков, которые в игре уже, наверное, набираются. Десятка самых любимых танков. И, скорее всего, конечно же, батча туда пойдёт. Ну, поэтому, потому что действительно очень классный танк. Легенда. Останавливаюсь в любимом моём местечке. Просто постою здесь и ничего делать не буду. Ну да, надеюсь, что самых умных здесь не будет, и это дерево никто не залезет сюда. Хорошо, смотрим. Арты две. Так, шесть нарядов с хорошим пробитием, с хорошим уроном на 400, пробитие 259. Замечательно. Ну что ж, ИС-7 вылез, я его занимался своими делами некими, и... А, вот, смотрите, какой красавчик. Нет, ещё мы не попадаем. Это байда там на ИС-7 лазит, здесь ни черта не видно из-за него. Да, уйди-то отсюда, или что это? 805. Сейчас он получит по полной программе, по своей шапке. Вот он, ИС-7 лазит, и пробили. Конечно, на ИС-7 желательно, или, например, на таких танках, желательно, значит, набачать. Желательно, конечно, стрелять, ну, вбок, то есть, всё-таки не в лобешник стрелять. Ну, а также тоже очень хорошо можно использовать осколочно-фугасный снаряд. Враг выбрал технику именно ожидания, затягивания, значит, свой капкан, ждёт, пока мы сделаем ошибку, и наши делают ошибку. Ну, посмотрим, 4-1 пока, вроде пока всё нормально. Так, 430-й уходит. Не знаю, он ушёл или поменял локацию, не в курсе. Ладно, давайте сменим, потому что что-то как-то совсем грустно. Сменим локацию, я имею в виду. 5-1. Батчат – это динамика, в первую очередь. То есть, динамические характеристики его очень здоровские, потрясные. Давайте, поедем сюда. И станем вот здесь вот, наверное, и будем... Там у нас, друзья, какие-то уже есть, нет? Вышли. Ехай сюда, друг. Уже 5-3. Ловушка у врага сработала. Ну, я ничего не могу нагнуть пушку. 6-3. 8-3. Нормально. Я помню про Т-10, который стоит вот здесь. Я помню, как было. Или что там? По-моему, Т-10 там есть. Не хочешь прокатиться вот туда? Вот так. Нет? Я думал, он просто может хочет. Еще где-то два средних танка врага. Зеленый, арбузный, видите, какой. Арбузный гад. Заедь с другой стороны, ест тот. Че ты тормозишь? Все равно сейчас будет стоялого, насколько я понимаю. Посмотрим. Если никто не пойдет гасить арту, а не, поехали уже гасить арту. Ну, ладно, хрен на тебя. Все нормально. 19 секунд осталось. Альфа не пришла. Альфа не пришла. Немного, немного настреляли. Ничего страшного. Ну что, друзья, спасибо, что посмотрели на этом все. Всем спасибо. Ну и все пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok